на портал x get поступил вопрос я певчина клиросе переживаю о повсеместном охлаждение к уставному богослужению она становится второстепенным сокращенным как к этому относиться знаете если мы будем служить по уставу строго я думаю у нас но останется один процент прихожан остались будет хорошо вот я когда церковлялся был на ваннастыре на валаами и вот там воскресное богослужение начиналось пол первого ночи причащались мы в районе пол двенадцатого утра то есть мы все ночное бдение так все ночное бдение то есть набор буквально смысле все ночное бдение то есть мы там молодые люди меня там было там 25 лет там примерно там часик поспали кое-как с 11 12 и потом уже пол первого же храме и а в будний день будний день был большое послабление все ночью день начиналось пол третьего ночи и заканчивал один с утра давайте так служить устал этот пустого но знаете если мы так начали служить строго по уставу там и честно к и все ночные бдения и полу на пару ночи не торопясь еще с нами империум это вообще можно так сказать до вечера следующего дня не в этом не было бы любви задача церкви привести людей к богу вот ко мне приходит новообращенный человек и я ему возьму и зачитаю просто каноны василия и кого он и послушает каждого великие отцы и вы святые и пожалуй буду жить как я жил нет недоступно вот как господь говорил когда спрашивали о постах учет точники не постятся как светит что новое вино вливают в новые мехи с и старые то а потому что не видно бродит они разорвутся и вино выльется надо давать людям то что они могут понести когда мы приходим к священнику мы ожидаем понимание любви они то что достанет толстую книгу правил откроет страницу такую ты скажешь ну все понятно читает 10 лет без причастия все идите если приходи на так уж нутрирую но вот нет с тем не менее вот и церковь тоже по любви подходит к своим современным прихожанам я себя не отделяю от большинства современных христиан я такой же как все я не серфим саровский и сергий радонежский и поэтому нам бы понести то не уставное ну не по всей планете устава богослужения в этот смысл не уставного который сейчас есть вот вы когда будете все все ночное бдение истово молиться отвлекаясь на помыслы и разговаривание с кем кроме как с богом тогда вас бог приведет может быть на фон можно в рамский монастырь станете монахом продвинутым монахом мы к вам будем приезжать на богословение на духовные советы такие люди есть достаточно много но в процент отношений с нашим другим людям их немного так как не один два человека поэтому в церкви есть все и требовать с первоклассников то что должны делать в математике допустим до задачи это выполнять к которым трудно даже аспирантов мгу это глупо и в этом нет любви поэтому у нас то богослужение которые мы можем понести на нашем теперешнем уровне духовно развития а кто этот уровень преодолевает тот идет дальше нет здесь никаких препятствий нет никаких препятствий можно найти там на афонском подворье там и в ночные богослужения так далее можно найти прекрасно даже если вы там бустим человек женатый и так из вопроса понимаешь это мужчина можно найти способ нормально молиться в крайнем случае можно приходить из храма и все остальное что в храме не допели вычитывать самому вот я такие случаи знаю но правда это конечно эксклюзив дел и все вычитал дочитал что не дочитали для себя и пользу духовно получил поэтому церковь она любящая мать и своих детей и она дает ту пищу младенцам не мясо а молоко которое можем потребить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео